Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы насчитываем деяния святых апостолов, попросили озвучить. Это у нас вышел трехтомник Нового Завета. Вот он как выглядит, второй том. Мы по нему считаем. Но я вывел это в ворд, чтобы легче было снимать. В этой книге у нас иллюстрации 230. Гюстава Дарема раскрасили, вот она идет. Там видно, где второй том. Деяния апостолов, 4 глава, 32-35 стихи. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося. Ибо всех, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Какая подробность, как первая коммуна работала. Сердце и душа означают здесь одно и то же. Не было ни одного бедного. То есть не было ни одного нуждающегося вследствие особенной щедрости, отдававших свое имущество. Потому что отдавали не счастье так, чтобы другую часть удержать у себя, а все. И все отдавали не как свое, а как бы не свое. И все уверовавшие питались как бы от одного дома. Это свидетельствует о великом достоинстве и великом благочестии приносивших. Потому что они дерзали даже отдавать в руки, но полагали при ногах апостолов и делали их господами и распорядителями над приносимым, чтобы и сдерживаться как бы не из своего, а как бы из общего. А это и дававших избавляло от тщеславия, и получавших представляло им двоякую радость. Облегчение бедности и освобождение от стыда. Это напоминает как в Индии. Там без корабля рису, без мешка ехать нечем. И вот проповедуют, сразу со всех сторон идут голодные. Вот зимой голубь садится на руку. Почему? Он умирает с голоду. Только руки потяни с семечками, мгновенно садятся со всех сторон. А у него выхода нет. И в конечном-то счете здесь не по любви к Господу. Вот это хотя и хорошее, все и толкует, но смысл какой? Кормежка. Вот во время перестройки есть было нечего, во время голода. Только открой житницы, накрой столы, чтобы ухаживали, кормили бомжей. Некоторые кормят. Они такие остаются. Ходят, жуют и жуют все время. Жующие сектанты. Уверовать, когда в самом трудном состоянии человек взирает на Господа. А здесь даже начнешь говорить, нет, он только смотрит, когда поварешка, ложка загремит, чтобы подали есть. Но здесь было по-другому. Здесь они веровали, было свое у кого. Деяние 4, 36-37. Так Иосия, прозванная от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Каким же образом он был и левитом, и кипрянином? Это потому, что закон был уже нарушаем. И левиты переселялись в чужие страны, и там извлекали себе выгоды. Намереваясь повествовать о том, что случилось с Тананей и Сапфирой, и желая показать, что они согрешили, писатель сперва упоминает о человеке, поступившем по правде. Глава 5, Деяние 5, 1-6. Некоторый же муж именем Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаив из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому, и утаить из цены земли, чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Он, слышав эти слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынесли, похоронили. Что означает приготовили? Завернули там или что-то? Ну, никто не бальзамировал. Несмотря на такое множество лиц, которые поступали так, то есть продавали имущество и деньги, отдавали апостолам, несмотря на столь великие знамения и на такое обилие благодати, Анания всего этого не вынес никакого назидания и навлек на себя погибель. Но удивительно то, что прегрешение было по соглашению с женою, и никто другой не был очевидцем продажи. Вот откуда у этого несчастного возникла мысль поступать так, как он поступил. Некоторые говорят, что если сатана исполнил сердце Анании, то за что же он понес наказание? За то, что он сам был виновником того, что сатана исполнил сердце его, так как он сам подготовил себя к принятию действия сатаны и к исполнению себя его силой. То, что верующие сносили стяжание своей апостолам, неужели было вследствие насилия? Неужели мы привлекаем вас против вашей силы, воли? Три чуда в одном и том же случае. Одно состояло в том, что Петр узнал то, что совершено было тайно. Другое в том, что он определил мысленное настроение Анании. И третье в том, что Анания лишился жизни по одному лишь повелению. Многие из несчастивых, выставляя на вид то, что случилось с Ананией и Сапирой, присуждают верховного из апостолов к смерти. Но обвинение касается не Петра, а скорее Духа Святого, произнесшего на них справедливый приговор. Потому что Петр только изобличил их во лжи, а жизни лишил их обоих, как одинаково согрешивших, имеющие власть над жизнью и смертью Дух Святой. Тоже нужно сказать о Сапире, потому что не Петр убил ее, но так как прегрешение было делом обоих, то судья одинаково наказал того и другого. Поэтому-то Петр, как знавший об этом и всегда вещавший Духом Святым, и изрек этот, принятый им от того же Духа глаз. Вот когда допрашивает Сапиру, тут понятно. Спросил, она могла еще одуматься, сказать не так, но Ананию вообще не допрашивает. А сразу начал обречать, и Ананию не успел ни одного слова сказать, и уже Господь поразил его. Почему? Разве это была обязанность всех отдавать имение? Нет. Но он, придя, мог не приносить ничего, не принес, и ничего бы не было, ни копейки не положил бы. Но если принес бы, сказал, Петр, я отдаю половину имения, или сто рублей, а остальное мне надо, у меня дети есть, вопрос снятый. Но именно он дал, и в глазах людей, чтобы он такой же, как все, то есть скрыться, могут у него вот эти аватары, ники, вот везде, это то же самое. А то хитрят и воруют, спросить некуда, адреса нету, регистрируется у нас на форуме, ни адреса, ничего нету, христианин, христианин, я уже знаю, это иеретик по сегодняшним понятиям, православный христианин, назовите баптисты, харизмат, лютеранин, католик, вот эти, которые исторические, так называемые, части церкви, православие, католицизм, григоры, армяне, копты и сирийцы, те, если заходят, так и пишут. А иеретики, конфессия, динаминация, то есть ереси, нет таких слов, конфессия, динаминация, это слово ересь, сатана раздвоил и показывает. Деяние, 5 глава, 7, 11 стихи. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы испустить Духа Господне? Вот входит в дерево погребавшая мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала, у ног его испустила Дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвые и вынеси, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Это было огромное потрясение для всех. Что это означает? Кое-кого оттолкнуло от церкви обязательно. Так я зачем пойду туда, там убивают. Что, если вскрытие произошло, разрыв сердца, тромб какой-то в мозги попал. Но умерли. Ангел мечом ткнул, не знаем. Прошло три часа, и жена не узнала о том, что случилось с мужем. И никто из присутствовавших не сказал ей, потому что боялись. Итак, удивляясь этому, писатель изложил то и другое. То есть и то, что прошло три часа назад, и то, что она вошла, не зная о том, что случилось. Заметь, Петр не зовет ее, но скорее выжидает, чтобы она вошла, когда захочет. Давай ей время добровольно одуматься. Вот смысл в этом, добровольно. Что же касается того, что никто не осмелился сказать ей о случившемся, так это произошло из страха к учителю, из послушания ему. Петр хотел спасти ее, потому что муж был зачинщиком греха. Поэтому-то он и дает ей время оправдаться и раскаяться. Быть может, скажет кто-нибудь, что Петр поступил с ними жестоко. Но какая-то жестокость. Если был побит камнями, собиравший вопреки закону дрова, то много более должен быть наказан святотатис. Потому что деньги эти были священны. То есть он не отдал, а присваивает, а уже как бы отдал. Вот святотатис, святыню своровал. Тать это вор. Почему она упала у ног Петровых? Потому что стояла близ него. А стояла она близ него для того, чтобы, если пожелает раскаяться и исповедать свое прегрешение, могла исполнить это, не стыдясь посторонних, которые в противном случае слышали бы ее исповедь. Смотри. Боли не остерегаются уже в силу закона касаться нечистых предметов, а прямо и без всякой осторожности касались мертвых. Обрати внимание и на то, что среди своих апостолов строги, а среди чужих удерживаются от наказания. То и другое естественно. Бесь своих, чтобы чужие боялись. Последний нужен был для того, чтобы не подумали, что они страхом наказания принуждают людей против их желания обращаться к истинной вере. А первый для того, чтобы обратившимся уже к вере и удостоившимся невестного учения и духовной благодати не позволить стать людьми презренными и святотатцами. И в особенности в начале, потому что это послужило бы поводом поношения их проповеди. Анани и Сапфиры были наказаны, а другим послужило это на пользу. Прежде, хотя и были знамения, но не было такого страха. Итак, истина, что и Господь познается суды творя. 118-й Псалом, 164-й стих. Говорит Давид, «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, не за добродетели, за суды, что Майдан такой, что убивает, там отрезали головы христианам. Я должен прославлять Бога за это и молить Бога, чтобы прекратилось это безумие». Деяние 5, 12, 16. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин так, что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Ну а сейчас, допустим, такую бы силу исцеления, этот Амиссарион, Торопов Сергей Милисонер, который в Красноярске организовал, вот его такая бы сила и падала тень, исцелялась. «Признали бы православные?» Нет, не признали. Как он был, антихрист, так и будет. Но если бы сейчас это было у баптистов, посмотрели, «Православные признали бы, не признали?» Нет, не признали. Я не говорю, что это от Бога. Если исцеление, то от Бога. Бог делает все, что хочет, через кого хочет. Мне часто задавали вопрос, когда я вел занятия в университетах, о том, что имеет ли Духа Святого баптиста. Ну а как, они признали Иисуса Господом? Ну да, они веруют. А написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это не мои слова. С того времени, как начали бояться апостолов, Петр и прочие апостолы творили больше чудес. Пребывали уже не в доме, но в храме. Так как писатель сказал в притворе Соломонову, то, чтобы ты не удивлялся, каким образом дозволяла эта толпа, при Христе не было того, чтобы больные получали исцеление на улицах и от теней. Со всех сторон возрастало удивление апостолам. И со стороны уверовавших, и со стороны исцеленных, и со стороны наказанных. И со стороны дерзновения их во время проповеди. И со стороны добродетельной и безукоризненной жизни. Да, это удивление проистекало не только из чудес, но и потому, что самая жизнь и добродетели этих мужей были великие и поистине апостольские. Комментарии. Храбрость, смелость Давиду придала твердая уверенность, что с ним Бог. Эта уверенность основывалась на том, что он уже испытал в победе над львами и теми, кто угрожал ему его стаду. Господь Спаситель Христос дает своим последователям твердую надежду на свою помощь. Евреям 13.5 Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Матфеем 28.20 Учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Дух Святой воодушевляет доверившись ему и сам подает нужные мысли и слова, и память. Иоанн Затаус говорит, не возлагайте всего на нас, восклицает он неоднократно. Вы, конечно, овцы, но не бессловесные, а разумные. Доколе нам беседовать с вами об этой жизни? У апостолов так не бывало. Они всегда миновали тех учеников, которые учились у них прежде, оставляя их учителями других, желающих учиться. Потому что они и могли обойти всю вселенную, что не были привязаны к одному месту. Подумайте, сколько нужно преподать учения братьям вашим по деревням и самим учителям их. А вы держите меня, приковав к себе, потому что прежде, чем хорошо будет построена голова, не следует идти прочим членам. Вы все возлагаете на нас, тогда как только бы вам надлежало учиться у нас, а женам вашим у вас, детям тоже у вас. Напротив, вы все оставляете нам, от того-то и много труда пастырю. Кавычки закрыты. Это слова Иоанна Златоуста. Деяния. Пятая глава, 17 по 25. Первосвященник же, и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнили зависть, и наложили руки свои на апостолов, и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы, и, видя их, сказал, «Идите, иставши во храме, говорите, народы, все стеи слова жизни». Они, выставши его утром, вошли в храм и учили. Между тем первосвященник, и которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израиля, и послали в темницу привезти апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице, и возвратившись, донесли, говоря, темницу мы нашли запертой, со всеми предосторожностью, и стражей, стоящими перед дверями, но отворив не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи, и прочие первосвященники, и недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Теперь нападают на апостолов с большим ожесточением, но не тотчас начинают судить их, думая, что общественная стража сильнее поразит их. Сначала печаль по причине вознесения Христова, потом радость по причине сошествия Духа Святого, снова печаль от людей, ругавшихся над ними, и снова радость от умножения верующих и от знамения чуда дали опять печаль вследствие заключения Петра и Иоанна 4.3, и опять радость вследствие оправдания. Наконец, теперь от блеска и знамений радость, от архиереи и от тех, что схватили их печаль. Да, их жизнь, можно сказать, такова, какова жизнь всех, живущих в Боге. Ангел же Господень ночью отверз двери темницы и вывел их на радость им и на пользу иудеев. Деяние 5.26.32 Тогда начальник стражи вошел с сослужителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их в первосвящении, говоря им, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же, апостол, в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бога, отцов наших, воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог в десницею Своей в начальника Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. После этого следовало бояться Бога, толкования, охранявшего апостолов, как птенцов от рук их, и двойное укрепление темнисты, то есть и печать, и люди, и вообще все достаточно было, чтобы убедить, что случившееся было действием силы божественной. Что же, если вы и запретили-то? Вот если бы и апостолы согласились, тогда с вами и решили повиноваться вам, то теперешние ваши требования были бы справедливы. Если же они сказали тогда, что не будут повиноваться, то какой смысл в ваших теперешних требованиях? И теперь думает еще, что Христос простой человек. Говорят же так, желая показать этим, что запрещение было необходимо для них, и что они распорядились так, щадя свою жизнь, а скорее говорили это для того, чтобы раздражить против них толпу. Без жестокости, отвечает апостол, как потому, что они были учителями, так и потому, что они гневались на иудеев, но что жалели об них, имели в виду то, как бы освободить их от обольщения и гордости. О воскресении боли не было уже речи, а что дарует Господь отпущение, тому свидетели и мы, и Дух Святой, который никак не сошел бы, если бы прежде не были отпущены грехи. И смотри, как упоминание о злодеянии апостолы присовокупляют слово об отпущении грехов, показывая, что поступки их заслуживали смерти, а то, что они получили, получали как от благодетеля. Но почему о том, что апостолы вышли из семницы, узнали архиереи проще не тотчас? Это для того, чтобы оставаясь некоторое время в недоумении, они легче могли понять и уразуметь, что это было действием силы божественной. Не сказали Дух Святой, которого Бог дал нам, но которого Бог дал повинующимся, вместе выказывая смирение и открывая великие истины и кроме того и объявляя, что и сами иудеи могли получить Духа. Потому что для того именно и допускал Бог то, что апостолы были вводимы судилище, чтобы и иудеи получались, и сами апостолы приобретали боли и дерзновения. И все вообще получали назидание. Все. все.